Улица Советская Это отдельный разговор, а я сейчас про другое немножко хочу. О чем думаю, о том и говорю. Ну что, иркутяне, вот вам новый город построили. Это Иркутск? Вот скажите мне, вот это Иркутск? Вот я не знаю, как в других городах, я мало в последнее время ездил. Ну, Новосибирск был, Красноярск был, еще где-то. Ну, вот те города, они чем для нас не интересны, чем они для нас не родные, тем, что они все на одно лицо. На какое? А вот на такое. Узнаете родной город? Ну, вот только по обилию рекламы, может быть, Иркутск отличается. Теперь можно узнать. Если видите, бандуры рекламные, ну и китайские вывески, китайская кухня, это тоже принадлежность Иркутска. А вот во всем остальном, в архитектуре, в декоре. В каком мы городе? Девушка, скажите, в каком вы городе находитесь? Новом Иркутске. Новом Иркутске. Вот. О, кафе русское застолье. Сюда обязательно надо прийти. То, о чем я говорил, да. Ну, что? Ну, хотя бы за это спасибо. Ну, и тут же какой-то интерспорт нерусский, опять же. Вот. Ну, ладно. Короче, речь об образе города. О том, что Иркутск в данном случае уже целая улица не Иркутская. Когда я начинал работать архитектором, было такое время, то все-таки как-то стоял разговор, хотя бы говорили об этом, о том, как сохранить лицо Иркутска в современной архитектуре, именно в современной. То есть, сохранить лицо Иркутска, но не повторяя вот эти домики деревянные, не повторяя материалы, ну, потому что время же требует чего-то нового обязательно. А в новых материалах, в новых формах, в новых формальных приемах сохранить свое уникальное лицо сибирского города. Как это сделать? Это же интереснейшая творческая задача. Она... Вот где архитектура становится искусством, когда решается вопрос образа города. А теперь скажите, ну вот что, это вот найденный образ Иркутска? Нет. Вот это вот чудо-юдо с какими-то круглыми крышами, фантазия какая-то архитектурная, нет, не архитектурная, дизайнерская, дизайнерская фантазия, фантазия дизайнера. Я архитектором не хочу называть этих людей, которые вот... Архитектор – это тот, кто создает художественную среду. Художественная среда здесь разрушена напрочь и не создана новая. Мы видим здесь штамп, шаблоны, штампы, либо вот такие вот извращения какие-то, изыски. Ну вот что-то там, где-то что-то он покурил там, что-то где-то в журнале полистал, увидел, и вдруг он увидел вот эти вот такие вот, ну я не знаю, оранжерейные формы стеклянные. Стеклянные, очень характерно, вот сколько стекла, да, для Сибири. Вот, а вот теперь обратите внимание вот на то место. Вот как сочетается вот этот домик, да, и вот там вот, видите, домики? Это остатки. Это остатки Иркутска. Вот они. Три домика. На весь огромный-огромный микрорайон осталось три домика города Иркутска. Ну, тут же нет сомнения, что это вот наш город, да? Ну, понятно, что он старый, что он развалившийся, что он деревянный. Но это город Иркутск, вот это, да? Или, по крайней мере, из того времени. И чуть вправо, я не знаю, что это, еще правее, я не знаю, что это, еще правее, я не знаю, что это. Поэтому я говорю, что Иркутск кончился и усилиями архитектора, а кого же еще? Усилиями главного архитектора города, усилиями, ну, наверное, мэра города. Иркутск перестал быть Иркутском. Плохо это или хорошо? Ну, наверное, это хорошо. Современные либеральные демократы или кто-то куда-то стремится, те, кто хочет, чтобы было как в Париже. Вам же президент сказал, вы что, хотите как в Париже, да? Вот там вот это не как в Париже, а здесь вот это вот примерно как в Париже. Вы почему не слушаете нашего президента? Вы что, хотите, чтобы было как в Париже? Прав? Владимир Владимирович, поддерживаю я вас. Все отлично. Я тоже не хочу, чтобы было как в Париже. Я хочу, чтобы было как в Иркутске, в моем родном. Вот так примерно. Продолжение следует... Продолжение следует...